Приветствую вас, Елизавета. Давайте разберём ваш вопрос. Вы пишите о том, что, значит, как бороться с истерикой. Тяжело оставаться в одиночестве и чувствовать себя ненужной. Ну, смотрите. Во-первых, что-то из истерики. Истерика, объективно, это потребность во внимании. Это желание привлечь к себе больше внимания. Почему у человека возникает такая потребность привлечь к себе внимание? Почему человек хочет привлечь к себе внимание? Потому что человек не чувствует себя значимым. Не чувствует себя, вот, сколько-нибудь, ну, ценным, да, не ощущает свое значимое. Вот. Соответственно, вы не тратите свои силы, вы идёте по жизни, ну, не ощущая что значимое. То есть вы не делаете то, что важно вам. Вы не занимаетесь тем, что важно вам. Вы не реализуете то, что важно вам. По сути, вы не реализуетесь сами. То есть есть проблемы с самореализацией. Отсюда, как раз таки, желание делать то, что вы делаете. Казалось бы, здесь достаточно всё очевидно, но всплывает вопрос. Почему человек не делает то, что нужно ему? Почему человек не делает то, что важно ему? Почему человек не делает то, что ценно ему? Почему человек не прислушивается к тому, что говорят ему чувства? Ведь только делая то, что подсказывает чувства, естественно, в приемлемой форме, можно удовлетворить свои потребности, ну, например, значимости. И вы, Елизавета, отвечаете на этот вопрос тем, что вот пишете о тяжести нахождения в состоянии одиночества и ощущения себя ненужных. Здесь вы говорите про непринятие себя. Одиночество – это непринятие себя, нужность, ненужность, также про непринятие себя. То есть это ориентир вот на других. Я должна быть нужной вот кому-то, да? Вот. А далее вы тяжело приносите игнорирование. Почему? Опять же, потому что вы цените свои ценности. Ну, помимо безусловного принятия, здесь есть ещё такой элемент, что вы ориентируетесь, опять же, на других, а не на себя. То есть, если другие вас не игнорируют, всё окей. Если игнорируют, то всё сразу плохо. То есть, это зависимость от мнения других людей. Может быть, сравнивание себя и прочее. Вот. Я бы сказал, что здесь вполне вероятно имеет место быть некая отдалённость с родителями в детское время. Вот. Дальше, значит, начинают себя неадекватно вести. Чем больше позволяют увеличить, тем это становится более неконтролируемым. Ну, здесь, опять же, важно понимать, какие чувства вы выражаете. К примеру, тот же агрессор снова и снова выражает свою агрессию. Но помогает ему это не очень, потому что агрессия, в данном случае, не является, собственно, тем чувством, которое, на самом деле, испытывает человек. На самом деле, человек испытывает страх. Ну, агрессия – это страх. Но страх человек вряд ли выражает. В какой-то степени, то же самое испытываете, на мой взгляд, и вы. Вы выражаете не совсем то чувство. Таким образом, эмоционально вы не аутентичны и, соответственно, поэтому чувства снова и снова приходят. Вы выражаете привычное чувство, вы выражаете, быть может, поверхностное чувство, но не то чувство, которое действительно вас, например, волнует, то чувство, которое действительно вы испытываете. Далее, вы пишете про то, что родственники, ваши близкие, могут привести вас в чувство обнятия, но вы знаете, что им больно видеть вас такое, это приносит им дискомфорт. Здесь, с одной стороны, есть проблемы с личными границами и чувство вины, которым вы, вероятно, тоже боретесь, с ним необходимо работать, дабы освободить вас от него. С другой стороны, проблемы личных границ, то есть отделение личной ответственности от ответственности других людей, в том числе за себя и за то, что происходит. И третье, последнее, это то, что в какой-то степени вы манипулируете. Я думаю, не сознательно, но вы манипулируете, пытаясь таким образом привлечь к себе внимание ваших же близких, которые не обращают на вас, которые не дают вам его внимания, когда у вас всё в порядке, когда у вас всё хорошо. Как самостоятельно бороться с этим состоянием? Никак, тут нужна помощь. Так, пробовала выливаться на бумагу, писать, помогает на время, потом дома начинается. Да, это помогает, но не всегда, вам нужна помощь извне, вам нужна психотерапия, возможно, имеет смысл обратиться к врачу, дабы исключить физиологические причины данного состояния. Вполне вероятно, что врач выпьет вам некоторые препараты, которые помогут лучше воспринимать психотерапию, легче её проводить. Но самостоятельно вам никак себе не помочь. Кроме того, вызывает некую тревожность то, что вы пишете про борьбу, бороться. Не нужно бороться. Состояние – это вы. Это состояние – это сигнал о том, что вы делаете что-то не так, что вы не слышите себя. Поэтому не нужно бороться. А вот исследовать, изучать, принимать, направлять, корректировать то, что вы ощущаете, вполне себе нужно. Научиться этому вы сможете только с помощью специалиста. Самостоятельно – нет. Поэтому найдите возможность обратиться к специалисту и поработайте над данной проблемой, если вы действительно хотите себе помочь. И если вы действительно беспокоитесь за своих родных, ну вот с такой позитивной, хорошей точки зрения. Вот. Как-то, ну, просто вот беспокоитесь, да, и так далее. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Я желаю вам всего самого доброго. Забудьте о себе. Надеюсь, что ситуация разрешит. Разрешит. Для начала пройти до урода. Лhta.